Через неделю в Иванове стартует марафон «Ты нам нужен». Уже седьмой год подряд горожане будут помогать больным детям. Речь не идет о больших суммах. Кто сколько сможет. Массовый сбор средств начнется с 22 марта и продлится до 30 марта. Уже всем известные апельсинометры, урны для сбора денег, будут стоять в торговых центрах, школах и вузах. И даже 10 рублей – небольшая сумма для одной семьи – может полностью изменить жизнь других людей. Субтитры создавал DimaTorzok Знакомьтесь, это 11-классница Алла. Родилась она вполне здоровым ребенком. А вот когда малышка начала ходить, родители поняли – что-то не так. Передвигалась девочка с трудом, немного в развалку. В два с половиной года врачи поставили страшный диагноз – спинальная амиотрофия. Тогда они сказали, что такие дети долго не живут со смертельным исходом. У них постепенно прогрессируют мышцы, атрофируются. И в конце – летальный исход. Конечно, мы перенесли это очень тяжело, но все силы на ребенка отдали. В этом году Алла участвует в марафоне. Вместе с ней еще более 60 ребят. Всем им нужна наша помощь. У девочки сколиоз четвертой степени. Позвоночник выглядит как латинская буква «С». С детства по квартире она передвигается на велосипеде. По улице – на коляске. Каково это? Ходить своими ногами – Алла пока не знает. Я с детства привыкла передвигаться на велосипеде. Не знаю, другой жизни я не видела, не пробовала по-другому. Я привыкла так, как сейчас есть. И не знаю, разницы я не вижу. В этом году Алла заканчивает школу. Училась она на дому. Девочка-отличница. Хотела поступать в вуз, но не слишком приспособлены наши университеты к людям в инвалидных колясках. А носить Аллу сейчас некому. С папой тоже 4 года назад случилась беда. И он сам передвигается с трудом. Все силы и средства родителя сейчас отдают на лечение дочери. Прооперировать ее согласился только один специалист из Германии. После операции у девочки выпрямится спина, встанут на место ребра и внутренние органы. В первую очередь выпрямлять спину, конечно, не максимально, не как у здорового человека. Но довольно-таки прилично спина выпрямляется, вставляют конструкцию. И на второй, на третий день уже они присаживают ребенка, пациента. И Алла, и родители очень надеются на эту операцию. Если ее не сделать, то болезнь будет прогрессировать. Она уже сейчас устает сидеть и постоянно чувствует боли в спине. В глубине души Алла надеется на выздоровление. И на то, что медицина не стоит на месте, и возможно, когда-то и она сделает свои первые шаги. На операцию Алле требуется более двух миллионов рублей. Как только деньги будут собраны, она отправится в Германию. Часть средств у семьи уже есть. Не хватает порядка одного миллиона. Алла очень надеется на помощь марафона. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.